Друзья, всем привет! С вами Надя. Я недавно узнала такую классную информацию для учителей из наших стран, которые хотели бы приехать сюда в США. Сразу предупрежду, эта программа не иммиграционная, то есть вы можете здесь оставаться 3 года, максимум 5 лет, если школы согласятся продлить это еще на 2 года. Потом плюс вы сможете с собой взять мужа и детей до 21 года. Программа сравнительно недорогая, то есть по ценам, там есть первый взнос 150 долларов, вы платите в компанию Amity, то есть это программа, которая занимается вашим культурным обменом. Эти 150 долларов невозвратные, вот, поэтому если что-то пойдет не так, эти деньги вам не вернут. Потом 200 долларов за J1, то есть за J2, точнее, извините, тип визы, просто как на его оформление, как я поняла, 200 долларов на каждого человека. То есть если вы еще будете с мужем, там с детьми, то уже считайте. Следующий взнос обязательный, 180 долларов, это взнос с Эвис, ну и виза, ну приблизительно около 150 долларов, да, опять-таки на каждого человека. Потом дополнительные расходы, это первый месяц до того, как вы получите зарплату здесь в Штатах. Вам нужно будет оплачивать жилье, транспорт, еду, то есть все-все-все эти расходы. Вот Мурат у меня, кстати, работает, откуда я ее узнала. Сейчас он работает в немецкой школе, Рилке Шуле Чартер, вот, там немцы живут у родителей своих учеников. Вот, и также эти родители их везде возят, но я думаю, что это не в каждой школе, потому что на официальном сайте написано, что вы будете ответственны за эти расходы. Плюс у вас каждый месяц будет стоить страховка 97 долларов на человека. Но в принципе, если посчитать, то для программ, которые американские, да, сумма-то небольшая. Вот, что необходимо для того, чтобы стать учителем? Первое, то, с чего вы должны начать, это получить официальное приглашение со школы США, которая возьмет вас. Я пыталась найти на сайте Амити список школ, не нашла. Я знаю, что на Аляске есть Турнегиан Elementary, русская школа, но я не знаю, кредитована она по Амити или нет, то есть этой информации тоже нет. Нет, довольно сложно найти школу, вот, может быть, кто-то у вас из знакомых живет в Штатах и, например, слышал о русскоязычной школе или требуются русскоязычные учителя. И так вы сможете найти эту школу, возможно, где-то в интернете. Я, если честно, еще этим не задавалась, потому что, как только я узнала эту информацию, думаю, нужно сразу же вам сообщить. И, возможно, для кого-то это будет прекрасное предложение побывать в США, посмотреть, как преподается все здесь. Также вы можете взять своих детей, и они будут бесплатно обучаться тоже в школе, выучат английский язык, очень многие родители об этом просто мечтают. Зарплата здесь, конечно, учителей хорошая, от 4 до 6 тысяч, в зависимости, в каком это штате, сколько часов у вас, там, болеете, не болеете. То есть все здесь рассчитывается не как у нас ежемесячная оплата, а часов, сколько вы отработали, и минимальная оплата в каждом штате тоже разная. Идем дальше. Следующее требование – это диплом бакалавра. Его нужно инвалюировать, я думаю, это сделать можно через программу ВЭС, W-E-S, а также в каждой стране, когда прежде чем вы будете его эвалюировать, нужно поставить на диплом Апостиль и подготовить на этот ВЭС. Лично в Украине, в Украстине, все это делается, сайт называется apostil.in.ua. В других странах я, конечно, не знаю, вот, напишите в комментариях, возможно, кто-то ищет, а вы знаете и прочтет, найдет эту информацию. Дальше. Одно из тоже главных пунктов – это минимальный опыт работы в своей школе в родной стране, то есть это минимум 2 года. Вы должны проработать, у вас должна быть хорошая характеристика, вы должны проработать целую, ну, то есть полную ставку, то есть не просто как заменитель учителя. И все, вперед. Понятное дело, что еще вы должны соглашаться на проверки ваших криминальных рекордs, то есть что вы не сидели, что вы там ни за чем не замечены таким, вот, ну и согласны быть на эти все проверки. Это, понятное дело, потому что они берут на себя эту ответственность. Ну, конечно же, за английский язык. Здесь вас не будет проверять, не будет никакого тестирования, как вы знаете, английский. Но одно из условий написано, что знание разговорного и письменного английского, то есть должно быть на среднем уровне, то есть вы должны уметь общаться с другими учителями, которые говорят на английском, с вашими координаторами, которые будут по этой программе. Поэтому английский, да, это важно, и если у вас хороший английский, если вы подходите по всем этим пунктам, то вперед. Я думаю, что двери будут открыты, я думаю, что любой человек, что если он чего-то захочет, он этого добьется. Вы найдете и школу, и все. Так, ну и, конечно, цель программы заключается в повышении взаимопонимания граждан США и граждан других стран посредством преподавания и культурного обмена. То есть вы сможете, вот вы чего-то почерпаете в этой программе, учителя, которые в школе, в которой вы будете работать, увидят, как у вас все это преподается. Понятное дело, что вы должны будете соответствовать работе в Америке, то есть здесь очень много того, чего нельзя делать, то есть policies. То есть, например, вот мужчина, учитель не может обнять своего ученика или ученицу, даже если та ученица бежит к вам обниматься, то есть это запрещено. И очень много таких правил, вам, естественно, их уже потом расскажут, их нельзя нарушать, ни в коем случае, потому что здесь очень все серьезно. Ну, надеюсь, я вас не напугала. Вот, под видео я оставлю сайт официальный, то есть этой программы. Вы сможете детально сами ознакомиться и скину, наверное, ссылку, где эти все requirements, если вы на слух плохо ориентируетесь, то сможете прочесть все на сайте. Итак, до новых встреч, удачи, с вами была Надя, пока!